Настоящий 3D принтер. С его помощью ученики образовательного центра по желанию могут распечатать любую объемную модель. Свои идеи школьники воплощают с помощью компьютеров. Настоящая точка роста для подрастающего поколения. И эта точка является для нас таким местом сосредоточения всех школ. Сюда могут посещать не только ученики 2-й школы, но и со всех других. Максим Красноцветов вместе с главой Красноармейска Александром Федоровым посетили местный образовательный центр на базе 2-й школы. Здесь детей обучают основам робототехники и программирования. А с помощью очков виртуальной реальности любой желающий может мгновенно побывать в любой точке земного шара. Это площадь Рима натуральная, причем площадь эта снята. Вы как будто находитесь внутри, да? Можете повернуться сзади, спереди, посмотреть на все это. Здесь не только просто игрушки-стрелялки. Здесь можно организовывать путешествия. Максим Красноцветов вместе с Александром Федоровым также осмотрели детский сад «Светлячок». Проверили качество питания. Вместе с руководством и родителями обсудили капитальный ремонт здания. Контракт мы подпишем. Весь это время там идут сроки. Так что мы специально делаем под то, чтобы у нас летом было все проведено, когда минимальное насыщение групп идет. Детишек максимально забирают. И мы под это время стараемся делать. Дошкольные учреждения капитально не ремонтировали с 30-х годов прошлого века. Долгожданные работы по реконструкции начнутся летом текущего года. Он 32-го года постройки. И фактически ни разу полноценного ремонта здесь не было. И вот сейчас мы близки. Обсуждали как раз с Максимом Ильичем эту ситуацию. К заключению контракта мы уже разместились на торги. Ждем, что желающие выйдут на конкурсную эту процедуру. И мы заключимся. И я уверен, что должно все получиться. Летом мы проведем капитальный ремонт этого здания. Из областного бюджета на ремонт детского сада выделят порядка 36 миллионов рублей. Восстановительные работы должны занять три месяца. Иван Чинаев, Антон Рябов, Мария Барсукова. Программа «День за днем».